Добрый день, уважаемые зрители! Наш традиционный разговор о современных информационных технологиях, о том, как они меняют жизнь общества и о том, что, наверное, тоже интересует наших зрителей, каким образом можно сделать карьеру в информационных технологиях. Первый вопрос, тоже традиционный. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Айдорадо является самой крупной розничной компанией в области бытовой техники и электроники. У Янаринка больше 20 лет, около 700 магазин гипермаркетов и франчайзи. И в последнее время развиваемся в новой категории, новой технологии. Все делаем так, чтобы наши покупатели были более удобны. Фабрис, а сколько людей в вашем департаменте? В IT-проектный офис «Фадорадо» у нас всего около 230 сотрудников. 197 из них находятся в Москве, в нашем центральном офисе. И все остальные в моем центре поддержки в Екатеринбурге. Скажите, Фабрисио, сейчас не самая простая экономическая ситуация у нас в стране. И я знаю, что многие компании сокращают персонал. Скажите, пожалуйста, ваш персонал вашего департамента каким-то образом подвергся сокращению? На данный момент это не является нашей главной целью. Потому что в области IT цель компании – это сокращать затраты. И в области IT у вас есть много, где вы можете сократить или вы инвестируете в персонал. Это сейчас наша главная цель – это инвестирует персонал, делать IT более дешевле, избавиться от риска, форекс-риска, который может быть привязан к IT. Потому что много технологий используют всегда международные, и большинство фиксировано в валюту. Поэтому наша стратегия немножко другая – оптимизировать через персонал, не через сокращение персонала. Если это не является секретом, может быть, вы поподробнее расскажете, что значит инвестировать в персонал? – Базовый пример – это вместо покупать какой-то международный софтвер, который стоит очень дорого, это инвестировать в персонал, который может мне помогать это развивать в подробной области. Так что я буду инвестировать в население, я буду сгибировать работу, буду поддерживать затраты компании низкой и одновременно буду развивать компанию. – Очень интересно. То есть я вижу, эволюция сделала круг, лет 15-20 назад у нас было много собственных разработок, потом мы переключились на западные решения, и сейчас возвращаемся снова. – Точно в этом есть вот эта загадка. Потому что много компаний проводят на аутсорсинг, к большому сожалению, качественно упал с этого времени, потому что это осталось больше ориентирован на бизнес, чем на качество. Есть создание много центра разработки, много центра поддержки, в большом интересе. И пока курс валют был интересный, мы работали с западными компаниями, и все компании это жили спокойно. А когда курс начал плавать сниз и вверх, это остался большой риск для компаний, особенно для русских компаний, которые большинство с собой ждут на рублях и не могут себе позволять жить в большом риске в валюте. Поэтому я немножко поменяю стратегии, и моя оптимизация IT пошла на направление жить в рубля, жить в России, жить в гражданин, который может нам помогать развивать. — Я очень извиняюсь, что вас перебиваю, а можем мы вернуться немножечко больше к технологиям и личностям? Не секрет, мы немножечко калуарно поговорили, и я, честно говоря, восхищена вашей моделью, которую вы выстраиваете в компании. Расскажите про персонали, кто эти люди, с кем они должны работать, и какая на сегодняшний день самая главная цель? — Первое направление, которое было нужно понять, это того, что IT был создан, чтобы делать жизнь удобнее. И большинство инвестиций в IT, и почему IT так развивался? Потому что люди начали жить поудобнее, с этими технологиями, которые они не знали, что могут иметь, и нас сейчас они не имеют. И наша цель для компании — это делать так, чтобы каждое подразделение мог заниматься только своим бизнесом и не переживать очень много какой-то технических нюансов об этом карточке. Много лет компании вкладывали свои ответственности, свои сложности на бизнес-направление. И продавец, например, в магазине, он должен знать много задач, он должен знать много скриптов, он должен знать, как сверсти. И на самом деле цель продавец — это только продать. Так что главный пример — это делать так, чтобы продавец вон у вас только продать. И когда мы говорим о уме, и говорим о опыте покупателя, мы никогда не думаем, какой роль это кладовщики, какой роль это продавец, играя в этом области. Мы думаем только о покупателе. А на самом деле, между этой системой и покупателем существует еще этот человек. Как делать так, чтобы технология помог этот человек чувствовать себя частью этого среди? И для этого мы сейчас разделили наш отдел в три главные части. У меня есть в проектах люди, которые бизнесовы, которые говорят язык бизнес. Они являются интерфейсами о бизнесе. Они люди, которые будут думать с взглядом покупателей, которые будут думать с взглядом наших сотрудников, сотрудников бизнеса. Правильно мы понимаем, что таким образом эти люди доносят акционерам правильные идеи и разговаривают на одном языке. И ваши акционеры понимают, за что они платят предметно. Конечно. И не только. Они еще и помогают бизнес рассчитать эффект своих пожеланий. То есть это правильность. Когда вы будете что-то развивать, вы должны понимать, что это даст компания. Эра того, что мы что-то развиваем, что-то доработаем. Или что-то покупаем только потому, что это красивее или удобнее. Для розницы в текущий кризис не очень помогает. Бизнес должен четко понять, какой результат он получает от качества и шаг. Понятно. И это роль моей подразделения, которая доводит бизнес. То есть это то, что называется в утренние продажи. Точно. Хорошо. Это значит одна часть вашего подразделения. Да. Это первая часть моей подразделения. Между IT я создал, так называемый, я пошучу, говорю, что это мой спецназ. Это группа-архитектор. Это вы самые большие звезды, члены великих людей, которые у меня есть в IT. Я создал эту группу, так называется, архитектор. Это люди, которые вы старые из структуры, они являлись бы руководителем группы и руководить подразделения. Но для IT, который хочет любить развивать свои технологии, навыки, поставить должность руководителя, это не его истина. Он не хочет управлять людей, он хочет продолжать развиваться, он хочет продолжать делать что-то новое. И это люди уже имеют больший взгляд на бизнес. Так что они являются переводчиками между группой, которая говорит о бизнесе, и третьим слойом, который мои IT. Который сидит и программирует, поддерживает систему. Так что бизнес требует оформляется, это архитекты переводят на язык IT, и мои IT волнуются о своих главных делах и то, что они любят. Это создать новые, создать IT и дать результат компании. И одновременно эта структура работает как одно организм, все вместе, живое. Который передает бизнес и получает от бизнеса ощущение, какой вклад они дают прямо в компании. Они чувствуют себя часто от компании. Это наиболее такой айтичный, который сидит в какой-то черной комнате и программирует весь день. Это человек, который действительно понимает, что когда идет проблема в магазин, если какой-то кассовый работа, если какой-то доработки идет, он влияет на жизнь 15 тысяч человек, 20 тысяч человек. 100 тысяч покупателей, которые у нас в магазине. Потому что он это чувствует в живую. Фабрис, у меня создалось впечатление, что вы построили инфраструктуру вашего департамента максимально рационально и разумно. Но у меня миллион вопросов. Честно говоря, это такой опыт, который, наверное, был бы интересен и другим участникам. Конечно. Прежде всего, вы сказали слово архитектор. Да. Насколько я знаю, не так много людей, которые обладают достаточной квалификацией и знанием в самых разных областях IT, для того, чтобы называть себя архитекторами. Это ведь и методология, и технология, и понимание бизнес-особенностей. Где вы их берете? На самом деле, большинство их я выращиваю сам. Потому что, что случилось, что я являюсь в том, что я уже, я сам из этого области. Я сам бывший архитектор, я сам бывший архитектор, я сам себя развивал в разных технологиях. И я дам, и это людей, которые хотят развиваться в технологии, хотят развиваться в бизнесе, но не хотят развиваться в управленческом уровне. Я дам им возможность это развиваться. Я что, я возьму, это интерес, это желание делать больше. То есть, обычно, что происходит в новой компании? IT, он хочет делать больше, он хочет делать больше. Но структура оклада, структура подразделения делать так, чтобы получить чуть-чуть больше, он должен быть руководителем. А если что-то получить больше, вы должны знать больше. То есть, вы инвестируете в его знания, отправляете его учиться? Отправляю учиться, дам направления, разделяю по разным направлениям, и каждый будет учиться в направлениях, которые им более интересованы. Также есть архитекты про инфраструктуру, архитекты про сетей, архитекты про область продажи, отношения к клиенту, главные архитекты, которые имеют взгляд на все. Мои подразделения так и разделены, я и выращиваю. Много того, что сотрудник, который у меня есть сейчас, мы выращивали сами. Потому что я понимаю, насколько рынок сейчас тяжело. Но рынок IT благодарит тому, что кризис IT очень не познакомился. Трудный рынок, слава богу, продолжать найти работу. Это не так легко найти хороший айтищник, потому что все хорошие айтищники, компания их очень ценит. Конечно, может случиться так, что вы вырастили кадр, который потом кто-то перекупил. Даже забыться о микроклинике. Но это неизбежно. Это неизбежная ситуация. Когда вы развиваете сотрудник, когда вы работаете над этим сотрудником, конечно, вовлеченность в компанию, интересы. Но каждый человек имеет свою мечту. Может, он и хочет работать в компании. Завтра он хочет работать за границей, он хочет быть консультантом. Он столько развел. И я не могу запретить этого человека исполнять свою мечту. Он дал от меня многое. Мы получили от него, мы развивали вместе. И он может и иметь свою мечту. Но и структура должен позволять иметь вот эту иерархию. То, что люди, которые пришли сегодня с университета или с другими компаниями, они могут тоже быть намерены на это удовольствие. Так что айти управлять, это не только взять одного человека, но должен тоже учитывать в текущем. Обычно, когда вы развиваете новые технологии. Когда, как я до рада, всегда был первый, который внедрил много технологий. Фабрис, а приведите, пожалуйста, пример успешных реализованных проектов, которые айти осуществили и привлекли больше клиентов. И как результат больше прибыли компании. У нас такие проекты сотные, потому что бизнес так идет. Ну, как маленький пример, чтобы внедлиться. Недавно мне упросили процесс обмен товара. На который сейчас даже паспорт больше не нужен. И за один месяц работы, этот процесс, мы сэкономили больше 5000 часов работы в магазине. Процесс ускорен с 19 минут до 5 минут. То есть, мы не говорим о только прибыл компании. Это тоже привлекательность компании. Я говорю прямо расчета, что привлекательность, удобность для покупателей. Удобность для покупателей, это наши цели всегда. И, соответственно, это будет привести к компании прибыл. И в этом среде у нас был айти-проект, который был первый в мире, который делали. И другие проекты, которые напрямую интернет-экономерно были. Ну, очень приятно, что вы думаете не только о выгоде своей компании впрямую, да? Не занимаетесь, так сказать, продажей внутренней. Но также думаете об удобстве покупателей, которые, безусловно, косвенно связаны с результатами финансовыми. Я думаю, что на тему того, как вторая сторона ответственности айти, как они работают с покупателями, с потребителями вашей продукции, внешними, об этом мы как раз поговорим после рекламной паузы. Дорогие друзья, 2 минуты рекламной паузы. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Уважаемые друзья, продолжаем нашу передачу «Технологии личности». В эфире ведущий Юрий Скачков, Дарья Кудрявченко. Спасибо, Юрий. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Фабрисио Гранжа, вице-президент по информационным технологиям компании «Эльдорадо». Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Фабрисио, в первой части мы обсудили о том, как IT-департамент приносит пользу, показывает свою эффективность для внутренних сотрудников компании. И начали разговор о том, как эти технологии делают удобнее покупателю. Будете любезны, приведите несколько примеров на эту тему. Самый главный цель IT, что он живет в тени. Что для покупателя незаметно, что вот здесь IT-работа, но и чувствуется жизни удобнее. То начинается на сайт, когда он оформляет заказ, то этот заказ был легко оформлен. Гарантия того, что когда он сделает заказ, этот заказ будет исполнен. Гарантия того, что внутри компании все процессы будут контролировать, исполнять вовремя, в реальное время, когда это происходит. Гарантия того, что управленческий будет видеть этого заказ и будет иметь возможность реагировать, если что-то идет не так. Что человек в магазин, который подготовит этот заказ, мог бы быстро подготовить заказ, чтобы покупатель получил подтверждение в свой заказ. быстро пришел в магазин, решил свой вопрос быстро. Если у него есть какая-то проблема, надо поменять товар, он это мог решить быстро. И уйдет из магазина и продолжает твою жизнь без никакого проблемы. А кто из вас, из нас, потому что я работаю в ЭТОРАД, уже не зашел в магазин или в какое-то государственное отделение, не слышу. Сейчас, к сожалению, извините, система не работает. Да, это часто бывает. Главное, что мы делаем для АйТи, для покупателей, это того, что вы, это у нас есть случай. То есть вы делаете свой заказ удобный, получаете свой заказ вовремя, получаете все коммуникации, смс, почту, все вовремя и уходите в ЭТОРАД счастливо. Это первый доступ, который мы делаем для покупателей. Если у вас есть какую-то проблему с товаром, вам не понравилось, и почему-то хочет поменять товар, этот процесс тоже должен пройти быстро и комфортно для покупателей. И одновременно компания должна получить все необходимые данные, чтобы управлять и делать процесс еще более оптимальным для покупателей. И здесь процесс не должен только корректно быть проведен для покупателей, но и все управленческие должны получить информацию необходимую, чтобы делать процесс каждый раз лучше и удобнее для покупателей. — Понятно. Это, конечно, все очень, безусловно, интересно. Но вопрос, а все-таки какие технологии помогают это делать? — Например, система управления складом, в которой увеличивается оборот и возможности склада на 30%. Все наши склады автоматизированы и управляются автоматически. Контроль бешевой интерфейс между системами, которые у меня есть в основном. Онлайн-интеграция между сайтом и все точки в компании. Онлайн-интеграция между все точки и центральный офис. Все это технология. Качественный канал, качественный серверов, качественный программ обеспечения позволяет этого делать. — Фабрисов, расскажите немного о себе, пожалуйста. Как вы оказались в нашей стране? Как вы приняли решение о том, кем хотите работать? И вообще, какие ваши цели и задачи на ближайшее время? — Я родился в одном городе, в центре Бразилии, спустя немного лет назад. Всегда люблю технологию, всегда люблю IT. В основном, люблю математику. Когда еще IT не было такое разведено, я думаю, что математика изменяет мир. И для меня первый шаг, который я веду конкретно в математике, я всегда смотрю инженерию, физику и как это можно. Но когда я познакомился с IT, я познакомился с пути, которые я хочу использовать, чтобы изменить мир. И исполняю свои мечты через математику, через IT. И тогда я решу, что я хочу заниматься IT. И учился в университете в области IT. Начал работать как консультант, как делать логистика лучше в использовании IT. Я был консультант и логистика, и IT. Сразу после этого я начал познакомиться со системой параллельской компании. Начал работать как консультант, системный консультант, в основном система САП. Я работаю спустя много лет. И когда я думаю, что уже в Бразилии, в Южной Америке, где я работаю, я уже достаточно сделаю, хотел изменить чуть больше, появилась еще в Россию на помощь. Я приел в Россию, я видел, что здесь я мог очень много изменить. А когда вы приехали? Я приехал в 2005 году. Десять лет назад? Десять лет назад. И когда есть рынок, который мне хорошо знаком, я несколько лет здесь еще начал развиваться, я видел, как розница здесь еще мог много развиваться, как IT можешь помогать рознице. Можешь помогать людей. Я решусь здесь остаться. Мы с Водорадой нашли друг друга, компанию, которая всегда хотела развиваться, хотела делать лучше для покупателей, хотел в эту область инвестировать. И эта партнерство создавалась в 2006 году. И спустя последние почти десять лет я работаю в Водорадой. И продолжаем каждый день изменить жизнь наших покупателей, изменить жизнь наших сотрудников, делать есть ту или другой, лучше. И в основном питаться где-то наши вклады в страны и в жизни всей населения. Прекрасно. А как вы оцениваете за эти десять лет прогресс или регресс, я не знаю, как вы считаете, в отношении развития технологий в России, во-первых, и во-вторых, применительно к квалификации людей? Я вижу, что в последние десять лет развитие очень быстро прошло. Страна очень развивался. Например, в области, в которой я пришел к трубе, в системе САП, когда я начал здесь работать, практически не был консультантом. Сейчас это несложно. Есть много компаний, которые с этим работают. Разные поставщики западные пришли. Технология сама в России развивалась. Я вижу, как мне хорошо видят прямо в глаза, как технология хорошо развивалась в России. И надеюсь, я тоже дал свой вклад. И вижу. Сейчас я каждый раз, когда я встречаюсь с какой-то компанией, которая развивалась в IT, и помню, как я был 10 лет назад, как это хорошо. Да разные компании, которые провайдеры телевидения, кабель телевидения, интернет. Насколько развивался провайдер интернет в России в последние 10 лет, я помню, когда я приехал в России, насколько это было сложно. Много только локальной сети в Кайди Дом. А сейчас есть федеральные сети, которые... Это очень приятно видеть, это развитие. И как развивался интернет, как развивался онлайн-бизнес за это 10 лет. Надеюсь, еще впереди. Будем развиваться вместе. Если говорить о вашей команде, что, какими качествами должны обладать сотрудники, что вы цените в личности? Я первое, я оцениваю желание учить и развивать. Это первое. Я говорю, что никто не должен знать все. Но он должен любить информацию. Потому что мы живем в эре информации. И те, которые владеют информацией, владеют миром. Первое, это любовь к информации. Любая информация полезна. Когда вы что-то слышите на улице, и вы не знаете, что это такое, это так легко узнать, что это такое. И как ты знаешь, что это такое, эта информация когда-то будет вам полезна. Вы можете потерять все в жизни. Можете тебе украсть все. Но ваши знания никто не украдут. И это я уже не знал 30 лет назад. Но сейчас я знаю, насколько это важно. Это важнее все. То есть вы разрешаете вашим сотрудникам заниматься интернет-серфингом на рабочем месте? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я понимаю, что любовь к информации, он должен быть в целом. Человек понимает, что он на работе, а где он вкладывает свою информацию. Причем здесь любовь к информации. Потому что человек, который любит информацию, это не только рабочее место для развития. Вы развиваете жизнь. Вы развиваете, когда вы путешествуете. Вы развиваете, когда вы дома. И все информацию, которую вы получаете, и как ближе ты живешь к технологии, живешь к бизнесу, вы можете принести это на работу. Если человек может смотреть в информацию, как в целом вокруг него, он может быть короче, айтичный. Изменить мир, вы изменили в маленьких шагах. И много примеров, которые в этом интервью я говорил. Например, для меня, когда я изменю процесс обмен товаров, я уже изменю мир. Потому что для каждого человека, который после этого будет обменять товары, его мир уже изменил. И для этого человека, который обменивает товары в магазин, его мир изменил. У каждого есть свой мир. То есть, для этого не изменить мир. Я могу изменить много мира одновременно. Ну, это очень приятно, что вы так ведите свою работу, что вы готовы изменить не только мир в целом, как это делал Джеймс Бонд, но и конкретное пространство вокруг каждого отдельного человека, гражданина, которому становится просто легче выполнять те функции и удовлетворять те потребности, которые его окружают. Скажите, пожалуйста, Фабрисио, возвращаясь к вашей компании, к вашей работе, какие планы развития у вас есть? Можете поделиться? Конечно. Если говорить о области технологии отдельно, наши самые главные цели сейчас это делает как можно больше ощущения покупателей интегрированной интернеты в магазин. То есть, наше главное развитие сейчас это не только снижение затраты в целом в IT, но и одновременно повещение уровня обслуживания покупателей. У нас есть перспективные развития на два года, естественно, на которые я буду вкладывать много проектов, ориентированных на качество обслуживания покупателей. То есть, в ближайшее время для наших покупателей будет очень много сюрпризов, когда приходит в наш магазин, он будет чувствовать, что он может еще и в интернет, он еще и дома, и будет, естественно, комфортно. Поэтому мы будем развиваться мобильным обслуживанием побольше, удобств покупателей внутри магазина, удобств покупателей на сайте, будем развивать разные функциональности на сайте, разные функциональности доставки покупателей в разной области, и тоже разные политики акции, чтобы наши покупатели могли покупать больше, дешевле и более качественного товара. То есть, это сейчас развитие пойдет общее. В компании мы развиваем, сейчас расширим наш ассортимент. Мы хотим в ближайшее время дойти до 80 тысяч товаров у нас на сайт. Много товара будет доступно только на сайт, не в магазин. Но этого же товара, который доступен на сайт, он должен быть тоже доступен для покупателей, который приходит в магазин, если физически недоступен. И как я делаю это все возможным? Без помощи технологии, без помощи IT. Наше развитие идет параллельно и совместно с бизнесом. Главное сейчас мы развиваем бизнес в области экспансия, открываем новый магазин, открываем новые категории товара, которые продадим, улучшим качество обслуживания в нашем магазине и IT-работа вместо в этом три направления. Делаем так, чтобы новый магазин при открытии стоимость IT-шек не был очень большой для компании, чтобы каждая новая категория, которая добавляется, она была предоставлена, и доступ к ней было проще получить, получить у себя дома. И одновременно делать так, чтобы покупатель в магазин, когда пришелся свой товар, он чувствует, что это в один не проследствии. Я правильно понимаю, что вы запускаете магазины онлайн и офлайн параллельно практически? Точно. Мы идем сейчас параллельно. Мы сейчас создадим новые точки, на которые вы можете по дороге заказать и забрать у нас в магазин. То есть это и есть, когда я говорю о в реальное время обработка, вы на дорогу закажете и уже по дороге к дому. То есть настолько быстро, да? Настолько быстро вы можете заехать, и ваш заказ уже готов, и на это не тратить больше, чем 5 минут. Вот это сервис. Это великолепно. Звонишь в магазин, говоришь, я через полчаса буду мимо проезжать, да, можно и заберу свой фен. Да, и дальше можете забрать наш мобильный сайт, заказать прямо на сайт, надо даже звонить, и уже через 5 минут пойти в магазин, и не тратить там больше 5 минут, забрать свой заказ, оплатить. Скажите, что вы можете пожелать зрителям и вашим коллегам в IT? Больше надежды, чтобы верили в вашей страны, чтобы верили в себя, потому что каждый из нас может видеть мир, каждый из своих пути. Я выбирал информационные технологии, я выбираю информацию, каждый выбирает свои. Мой сотрудник, как обычно, вам лично говорю, информация — это пути к независимости, это пути к уверенности. Подбираем больше информации, узнаем больше, и вы будете богатее. Большое спасибо Фабрицу за интересный рассказ. Было очень интересно услышать все это. Уважаемые друзья, наша придача подходит к концу. В гостях у нас был Фабрицио Гранжа, ведущая Дарья Кудрявченко и я, Юрий Скачков. Спасибо.